Преодолевая ветер и снег, ученики Лопатинской школы спешат на уроки. Но начинаются они сегодня не совсем обычно, с благотворительной ярмарки, которая разместилась в фойе второго этажа. С основания школы проходят благотворительные ярмарки. В разном формате, разная тематика, но смысл тот же, что мы привлекаем детей и педагогов, и родителей к благотворительности. Ассортимент ярмарки весьма широк, от выпечки и напитков до различных украшений и мягких игрушек, сделанных ребятами и их родителями. Торговаться не возбраняется. Я за 30 покупаю, она сказала, за 30. Отдельный прилавок стоит прямо у входа в Гагаринский музей, который является гордостью Лопатинской школы. Здесь можно попробовать настоящее питание космонавтов. Есть специальная паприка, спонсорская аэстрофуд. Она нам поставила для нашего Гагаринского музея. У нас проводятся экскурсии на данную еду, и мы сейчас ее продаем. То есть его можно продегустировать или можно купить прямо целый вот такой флакон? Увы, не продается, можно продегустировать. Покупки делаются не за деньги, а за особую валюту – добрые червонцы. А потому первое, что необходимо посетить перед выходом к торговым рядам – обменный пункт. Ребята приходят, обменивают деньги на червонцы. И то есть в зале там, получается, продажа идет не с деньгами, а именно с червонцами. Подобные мероприятия призваны, в числе прочего, показать детям и взрослым, что делать добро очень просто. Достаточно желания и умелых рук, которые могут что-то смастерить или приготовить. У нас есть пирог, который вот прям вчера ночью пекли, чтобы поскорее привезти сюда. Также у нас есть домашние пряники, тирамису. Наши родители сделали прекрасные картиночки с конфетами. Прошлая благотворительная ярмарка прошла 3 ноября и была приурочена ко Дню Народного Единства. Совместными усилиями удалось собрать почти 160 тысяч рублей, которые направили в фонд социальной поддержки «Вера». В этот раз собираются порадовать ветеранов. На все вырученные средства в ходе благотворительности мы обычно в преддверии Нового года приобретаем подарки для Совета ветеранов Ленинского городского округа. По прошлым годам было где-то около 80 тысяч, было более 100 тысяч. В этом году прогнозов пока нет. Но глядя на веселую суету вокруг прилавков, можно быть уверенными. И сегодня соберут немало. А значит, многие, кому это так необходимо, смогут получить частичку тепла сердец этих ребят, их родителей и учителей. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова